Жителям подмосковного Высоковска крайне мешала огромная яма посреди улицы Владыкина. Яма была доверху заполнена водой и настолько огромной, что часть улицы была перекрыта. И кто знает, когда бы ее засыпали, если бы рано-рано утром, в субботу, 11 мая, Высоковск на улицу Владыкина, минуя заграждение прямо в яму. Не угодила некая Арина на своем Вольво. Арина крайне возмущена всем происходящим, грозит жалобами в прокуратуру, проходящему мимо жителю Высоковска. Ведь вначале она утопила свою Вольво, а потом и сама сверглась в эту самую яму. Арина, а что по поводу Вольво-то, господи, боже мой? Я ебать, телефон упал. Ты не ныряй, Алин, ты ебать. Ты ебать, что ты ебать. Ты не ныряй, ты ебать, что ты ебать, урод. Нырнув в яму, Арина решила, что хватит этих ваших разговоров и нырнула в свой Вольво. В прямом смысле этого слова. Это видео уже в субботу разлетелось по местным чатам и пабликам. Совпадение или нет, но уже в воскресенье Мосавтодор засыпал в таки яму. Жители Владыкина, которые месяц на нее жаловались, уверены, что это исключительно заслуга Арины. Никакое не совпадение. Они даже делают про яму и Арину мемы. Но не все так оптимистичны. Многие пишут, что это вообще не смешно и что все могло закончиться гораздо плачевнее. Ведь она в таком состоянии, что могла кого-то задавить. Арина, кстати, отказалась от медосвидетельствования и теперь лишится водительских прав на полтора-два года. А также заплатит штраф за вождение в нетрезвом виде в размере 30 тысяч рублей. А утром вы раздвинете гардины, Арина, балерина. На завтрак чашка кофе и малина, чао, Арина, прощай, меня не стоит провожать.